В прошлом интервью, очень рада. Жень, давно мы с тобой знакомы, ни одну программу у Кати вместе прошли. Поделись, пожалуйста, у тебя же были там, я знаю, хорошие изменения, качественные. Чего тебе не хватило? Почему ты снова пришла на программу, ещё и на такую длинную, достаточно длинную? С какими ожиданиями ты шла? И что ты хочешь получить от этого обучения? Ну, именно потому что были результаты, потому и пошла дальше. Потому что нет предела совершенства. И когда некоторое время я просуществовала в самостоятельном полёте, я поняла, что я уже на этом плоту заигралась, мне нужно расти дальше. И очень хотелось вот того самого ощущения, что ты вырос. А программа длительная, почему она? Ну, потому что, проходя короткий, ты понимаешь, что это настолько здорово. И лишь только длительный этап формирования в себе новых программ приведёт к самым мощным результатам. Поэтому я выбрала просто самое лучшее. Это, конечно, было на растяжку, надо было решиться. Но когда я приняла это решение внутри себя, и это прослучилось очень быстро, то вот это ощущение потока энергии, расхлопывания было, ну, как всегда, очень вкусным. Ну, это не обсуждается. Расти нужно и расти приятно, расти не всегда легко, но, в принципе, достаточно просто. Ну, а тем более, тут уже выбор учителя, он был для меня предопределён. Те результаты, которые я получила прежде, они определяют, куда стоит смотреть, поскольку я не вижу возможности уйти от столь хорошего. Поэтому только Катя. Понимаю тебя и поддерживаю. Да, Жень. А вот смотри, прошло три месяца программы. Ты уже много где обучалась, точнее, ты много обучалась у Кати, и ты в курсе этих знаний. Что нового ты узнала? Или, может быть, это были какие-то инсайты, какие-то новые видения? Что уже за это время ты получила? И как ты, внедрив это в свою жизнь, какие ты результаты по факту уже можешь назвать, уже изменения? Задумавшись о том, что произошло за три месяца, я поняла, что у меня совершилось нечто грандиозное. Ну, и с чем я рада поделиться. Реально грандиозное. Насчет того, что нового я получила. Я получила новый качественный уровень. Ну, а сейчас несколько подробнее. Ну, начну, наверное, с самого главного, что так получилось, случайно и не случайно, что именно прохождение программы позволило мне выжить и выжить моей 17-летней дочи. Ну, и причем это совершенно не фигура речи. Это реальная ситуация. Я погружаться, не буду погружать слушателей, чтобы не тревожить их сознание. Но я думаю, что тем, кому это важно, тот сейчас меня услышит. Ну, и я хочу сразу сказать, что если сейчас в вашей жизни есть такая ситуация, что ну, очень сложно, то знайте, что выход есть. Вот просто знайте, что он есть. И с этим знанием ищите того учителя, на кого вы можете зацепиться и с кем вам будет дано то, что вам нужно. Ну, у меня так и произошло. Ну, и, кстати, замечу, что вот на всем протяжении самого такого сложного, пожалуй, за всю жизнь периода в своей жизни я не выпила ни одной таблетки успокоительного, ни одной капельки успокоительного и имела крепкий сон. Ну, наверное, это что-то стоит. Сейчас я пытаюсь это очень быстро произнести, чтобы снова не погружаться в эмоции. Ну, пожалуй, это самое яркое событие, которое произошло за три месяца. У меня такое ощущение, что это уже не три месяца, а гораздо больше пришло. Ну, а теперь других результатов. Что я получила? Ну, во-первых, из иного, я надеюсь, это тоже услышит тот, кому нужно. Я обрела вот опоры и стала, знаете, вот на рельсы. Когда поезд идет по рельсам, он ни на право, ни на лево уже не съезжает. Ему не нужно вилять. Я стала на рельсы вот своего пути, именно к своим целям, потому что я стала их видеть. Вот именно программы позволяют нам увидеть эти цели и определиться, систематизироваться и стать системными. И вот у меня появилась система моих действий. Для меня это очень важно. Я знаю, что делать, как делать и куда направляюсь. Ну, вот и благодаря Кате, благодаря Алсу, нашему дорогому ментору, у меня вот появилась еще очень важная, огромная значимость для меня явление моей жизни. Я обрела возможность приобщиться к кругу людей, духовно развивающихся, вот на мировом уровне. И опять же, это не фигура речи. И когда я думаю об этом, я, с одной стороны, поражаюсь, что это случилось в моей жизни. С другой стороны, я получаю поток энергии от того, что я повысилась вот до такого уровня. Действительно, то мирового. Это очень многое значит. Ну и за эти три месяца, если говорить о результатах каких-то конкретных, то я сделала те шаги, о которых мечтала годами. За три месяца то, о чем мечтала годами. Годами мечтала и прокрастинировала. Ну и что это такое? Это ежедневные занятия. Не один раз, или раз от разу, или два-три раза в неделю, а ежедневные занятия. У меня это занятия своим здоровьем, это йога, это медитация, это спорт. С одной стороны, это вроде бы простые вещи, а с другой стороны, это действительно стало моей ежедневной практикой. И казалось бы, еще до три месяца назад подумать, куда бы я вместила в свой график, в свои 24 часа, эти все занятия. Да никуда. Оказывается, все случается. Случается и к большому счастью. Ну и что еще хотелось бы сказать, что и прежде я была волшебницей. Да, по факту так. Но я была самоучкой. А сегодня я имею эту самую волшебную палочку, да еще инструкцию к ней, к ее применению. И вот активно практикую. В качестве примеров вот была такая ситуация, когда практически в потоке я произнесла, что я хочу личное пользование, роскошный парк, 32 гектара, на берегу моря, в горах. И через 20 дней передо мной открывали двери, улыбаясь, не двери, извините, ворота передо мной открывали, улыбаясь, обращаясь ко мне по имени отчеству. И я в течение недели имела возможность наслаждаться этим парком единорично. Ну, был умный. Это реально волшебство. Ну, это такое крупное явление. А теперь несколько по мелочам, но очень приятным. Утром я произошла... А, мне необходимы деньги. Я произношу аффирмацию, что деньги приходят ко мне из самых неожиданных источников. Я получаю деньги в подарок. И так три раза. Как только мне нужно, я получаю их в подарок. Ну, быть может, это, конечно, и совпадение, но три раза подряд как-то я уже понимаю, что это не совпадение. Ну, и чисто женское такое эмоциональное факт приведу в пример. Я вижу на фотографии очень красивый букет цветов. Такой, который трогает мою гусь. Мне так хочется их, а они, знаете ли, роскошные. Мне прям интересно. Наверное, надо как-то фотографию тебе прикрепить. И мне так хочется именно их, но я и представления не имею, что это может вообще со мной случиться. Ну, вот дощемящее вот это вот, во-первых, и восторга, и щемящее состояние внутри, что я это хочу, но... Ну, и через пять часов я получаю вот такой букет, если даже не лучше. Ну, как это можно еще назвать, как не чудом, но и тем не чудом, а волшебством, которое вот в итоге я сама себе и сотворила. Ну, и самым ценным приобретением уже за эти три месяца для меня является следующее. Внутри каждой из нас живет маленькая девочка. Нежная, славная девочка. И больше всего на свете она хочет, чтобы ее любили, чтобы ее защищали, чтобы они заботились, оберегали, чтобы не было безназначен какой-то человек, которому он может просто прильнуть, рассказать о своих проблемах, прижаться, когда страшно, когда запуталась, когда не знает, куда дальше идти. Ну, и вот, когда ты попадаешь в свою лебединую стаю, когда находишь учителей, которые однозначно тебя сильнее, мудрее, которые обладают принятиями, принимая тебя любовь, которые излучают, истечают любовь, то ощущаешь, что находишься, ну, как ребенок 3-4 лет находишься на ручках у мамы, и там не страшно, и там весь мир для тебя. Вот именно это состояние я и получила. Весь мир для меня. Он для меня открыт, и я учусь с ним взаимодействовать. вот то, что я сейчас ощущаю. Женя, спасибо тебе огромное, что поделилась, я всегда наслаждаюсь этим общением с тобой, твоей красотой, твоей мудростью, и прям спасибо тебе огромное. Я очень рада, красота в глазах смотрящего. Вышла на этот новый уровень, где весь мир для тебя. Это очень дорогого стоит. Спасибо, моя дорогая. Я очень рада, что я здесь. Благодарю тебя. Благодарю тебя.